Друзья, всем огромный привет! Я рада вас видеть на моем канале. Огромное спасибо всем, кто решил провести со мной это время. И это видео будет посвящено моим новинкам гардероба за последние несколько месяцев. Все, что я приобретала. Вчера я отсняла примерку, поэтому все будет наглядно. Такая моя небольшая мини-капсула на летний-осенний период. Почему на осенний? Потому что здесь вещи, они как раз-таки больше на начало осени. И летом я тоже это все ношу, потому что у нас лето такое комфортное. То жара-жара. Потом раз, и дождики, и прохлада, ливни. Много всего я себе заказывала на сайте LaModa. И также офлайн покупала в таких магазинах, как Zola, Zarina, Austin, Gloria Jeans. В принципе, эти бренды, они также представлены на LaModa. Поэтому иногда я просто прихожу, примеряю, смотрю, сравниваю цены. Потому что иногда на LaModa могут какие-то уже коллекции пойти на распродажу. Такое тоже бывает. Если нет, то покупаю в магазине, уже иду домой спокойно. Если вижу, что на LaModa скидки на эти позиции, естественно, мне выгоднее так заказать. Иногда заказываю, чтобы курьер привозил. Иногда до пункта выдачи. Также есть терминалы, кому как удобно. В общем, и вы выбираете только то, что вам подошло. То есть, примеряете, что не подошло, возвращаете. То есть, за это деньги не берут. Как бы все с этим нормально. Также хочу сказать, что не забывайте про мой именной промокод. Он дает скидку 15%. Да, он на некоторые бренды не действует. Но, как правило, это бренды, на которых не распространяется скидка по программе LaModa Club. А так, на большое количество товаров, позиции эта скидка действует. И давайте вам покажу то, что совсем недавно ко мне приехало. Я очень хотела после той моей черной сумочки Пинка, которая просто стала моим мастхелем. Насколько она удобная, красивая. Она вот прекрасно вписывается, не знаю, в 80% моего гардероба. И мне очень захотелось после этого что-то светленькое. Я один раз уже упустила такую пыльно-розовую Пинка сумочку. Очень быстро там все разбирают, когда скидки. И вот эту сумку я успела ухватить. В таком молочном оттенке красиво. Опять же, это все натуральная кожа. Это я вот ставлю вам распаковку, насколько качественно все упаковано. Наполнитель, чтобы сумка не помялась. Ну, пыльник там, понятно, это идет в комплект. Каждая вот эта вот фурнитура, цепочка, каждая кнопочка, все под защитой, чтобы ничего не поцарапалось. То есть, я это все снимала, наверное, минут 15, пока вот все это надо было убрать, все вот эти защиты. Ну, я очень довольна. Качество великолепнейшее. Она побольше ждет. Тот размер мне больше нравится. Он такой более компактный. Ну, да, здесь немножечко она побольше. Но внутри все то же самое. Кармашек на замочке. Один просто кармашек. И вот так вот одно отделение кнопочкой. Тоже очень удобно. Если что-то здесь лежит, какой-то телефон большой, то он не выпадет. Вот, очень удобные сумочки. Я думаю, что, в принципе, двух этих сумочек мне будет достаточно. Еще я поглядываю, друзья, на наш российский бренд. Все время забываю название, но я его уже рекомендовала в своем телеграм-канале. У нас просто есть магазин также в торговом центре этого бренда. И я все сумочки щупала, смотрела. Они выполнены просто идеально. И они по цене дешевле, чем пинка. Но качество великолепное. Я там все смотрю на одну хаки в оттенке сумочку. Думаю, на осенний период все-таки приобрету. Очень она красивая, стильная, лаконичная. В общем, этот бренд прям рекомендую. И мне тогда девчонки тоже писали, что он классный. И вы его покупаете. И вот такая вот молочная получается сумка. Не яркого такого, да, белесого оттенка. И как раз я себе летом еще в золо нашла вот такие вот тоже молочные джинсы широкие. 28 размер. У меня, по-моему, за 2000 рублей я их приобрела. И они очень хорошо, мне кажется, и с этой сумкой подошли. И еще у меня есть мой любимый. И тоже несколько лет его ношу. Мой мастхэв на лето. Это такой льняной плащик. Это все носила вот с этой моей сумочкой. Тоже сайт Таламода. По супер каким-то скидкам я ее приобретала. И, кстати, про эту сумку. Я как-то была в Альдебате. И девушка-консультант меня спросила, где вы купили такую сумку. И даже ее сфотографировала. Я сказала, что она ей очень-очень понравилась. Знаете, очень приятно, когда тебя не только про парфюм спрашивают, но и про какие-то вещи, сумки, аксессуары, очки и так далее. Наверное, больше всего у меня куплено именно в магазине Zola. В начале лета покупала себе вот такое вот платье. Если вы посмотрите на сайте, оно миди длинное. Но оно мне в пол. И в пол, мне кажется, оно эффектнее смотрится. У меня рост 162. Потом они появились в таком красивом, ярком, фиолетовом цвете. И если бы оно было тогда, я бы все-таки, наверное, выбрала фиолетовое платье. А здесь, ну, такие какие-то коричневые цветочки. В общем, это платье мне нужно было на мероприятие. И неплохо, в общем-то, смотрела. Еще в Zola были очень хорошие джинсовки абсолютно разных моделей. И приталенные, и с какими-то стразиками, камушками, и заклепками, и потертостями, и в виде рубахи, и оверсайз. Я тоже для себя нашла всего лишь за, по-моему, 2100 рублей. Вот такая вот объемная джинсовка. Попробовала ее надевать, как сейчас, знаете, модно, с какой-то комбинашкой. Мне не очень понравилось. Вот я вам вставляю примерку. Ну, в общем-то, не мое это совсем. Поэтому все-таки я такие объемные куртки ношу только с чем-то облегающим. Снизу, например, с синими джинсами скини. Не буду вставлять вам примерку, просто вставлю фото, потому что, ну, это просто обычные синие джинсы скини. Ничего особенного. Тоже покупала их Zola за 1700, по-моему. Ну, в пределах тоже 2000 рублей. Джинсовкой очень довольна. Здесь целых шесть карманов. Причем внутри очень огромные такие вместительные карманы. И с этой стороны хорошие глубокие карманы. И здесь не обманки. И цвет такой синий, благородный, потертый. И ничего лишнего, никаких надписей. В общем, этой джинсовкой за такую сумму я очень довольна. А еще мне очень нравится заглядывать в мужской отдел Zola. Там тоже можно найти интересные футболки, интересные принты, рубашки. Я нашла вот такую вот мужскую за 1100 рублей футболку. Мне нужен был песочный цвет для того, чтобы добавить к моему кожаному царафанчику, который я тоже, кстати, брала на сайте Ламода в прошлом или даже позапрошлом году. И последний из Zola. Это достаточно такая трендовая вещичка. Тоже смотрю, что многие девушки в разных расцветках такие юбочки и костюмчики носят. Именно где юбка по фигуре миди и с разрезиком таким пикантным. Конечно, эта вещь очень привлекает внимание противоположного пола. И вообще ты идешь, тебя и старым лад разглядывают, сразу на тебя обращают внимание. И, наверное, еще у меня есть супер такое привлекающее внимание. Это мой желтый костюм, который я в прошлом году покупала. Тоже его просто за километр видно и сразу на тебя так обращают внимание. За тысячу с чем-то я всего лишь купила эту юбку. И у меня так еще получилось, что в прошлом году я себе в таком оттенке покупала костюм, шорты и рубашку. И эта рубашка, она прям идеально сюда подошла по оттенку и смотрится тоже как костюм. Я ее сочетаю с топом. Топы тоже обновляю каждый год, как правило, какие-то базовые. Я нашла очень хороший на скидках у Зарины. Я взяла себе черный такой топ. Он прям заканчивается, получается, на линии талии. И вот сейчас на мне красный. Из хлопка сзади резинка, что позволяет по фигуре сразу держать. И мне нравится, у кого белье с широкими лямками, здесь все закрывает. То есть никаких лифонов видно не будет. Здесь тоже все закрыто. Поэтому кто носит такое белье со всех сторон закрытое, присмотритесь к этим топам. Они там в пределах 500 рублей сейчас на скидках. Я еще хотела белый, но белый разобрали. Если увижу, приобрету. Топ он, конечно, под все брюки, под все джинсы. А вот этот верх, это мое такое платье, тоже вам его продемонстрирую. Тоже такая находка. Я когда его увидела, это Love Republic на скидках. У него была очень большая скидка на него. То есть можно это платье носить как атласное, как просто платье-рубашку. Можно как верхний слой, особенно за счет того, что здесь такие разрезы. Это прям отлично смотрится как верхний слой. Но нет ощущения, что вы сверху платье напялили. И я к нему подобрала платье-комбинашку. Тоже давно хотела добавить свой гардероб. Но опять же, все платья-комбинашки, они на таких тоненьких, как правило, бретельках. И вот у Зарины я нашла вот такое платье-комбинашку. Черное в белый горох. У них есть еще белое в черный горошек. И у них есть такая же ткань. Как раз таки на тонких-тонких бретельках. Кто себе это может позволить? Сзади здесь тоже вот так вот крест-накрест эти вот бретельки. Очень красиво, очень женственно. К сожалению, это не для моей фигуры. Так как мне нужна хорошая вот здесь поддержка. И это все должно тоже скрываться лямками. И как раз таки с вот этим черным платьем атласным получается такое красивое комбо. Ну, по крайней мере, мне нравится. Не знаю, что вы скажете. Напишите, нравится, не нравится. Потому что я, когда вот эту вот вещь увидела, я такая, боже, это же у меня столько новых образов с моими уже имеющимися вещами получится. Это и с брюками, это и с юбками. Это вот даже элементарно. Я себе взяла вот этот вот топ. И у меня висело несколько лет. Висели в шкафу вот такие вот. Сбержки еще покупала. Плессированные я брючки, юбка. И вот они, смотрите, прям идеально по цвету подошли. И сверху еще вот это верхним слоем. Мне кажется, это будет очень круто смотреться. Также не смогла пройти мимо вот этих вот прекрасных летящих широких брюк. Очень комфортных. Они на резинке. Это зарина тоже за 2000. У меня вообще тут все по 2000, можно сказать. Все по 1000 и по 2000. Да, они длинные. Поэтому на примерке немножко волочаться. Пришлось мне встать там еще на каблучок, чтобы это более-менее выглядело на видео. Но они легкие. Они очень женственные. Они опять же и вот с этим верхним слоем, с топом. Я вообще планировала вот красная помада, вот эти черные брюки, вот этот красный топ. И сверху вот эта черная, как получается, да, накидка такая. Платье верхним слоем. Можно и Total Black сделать. Просто губы добавить красные. Немножечко волосы по-другому уложить. Будет красиво с какой-то блузой. Можно сверху блузу повязать. Можно яркую рубашку надеть. Можно просто какую-то очень женственную блузу использовать с рукавом. В общем, много разных вариаций. И осенью можно будет, теплой осенью, с биджаком каким-нибудь, жакетом носить. Таким классическим. Я думаю, это будет классно смотреться. Так что это отличная покупка. Несмотря на то, что у меня есть такого подобного плана брюки. Но они из плотной ткани. Вот прям хотелось легкости. Хотелось вот этой вот летящей ткани. И как раз таки тут что-то такое летящее, струящееся здесь. И как бы нет вот этого какого-то контраста. Как будто вещи не сочетаются. Ну, на мой взгляд, конечно же, может быть, вы так не считаете. И в этот сезон я добавила еще вот такую вот пару обуви. Как бы, да, модную под сандалики. Конечно, более модная модель это грубые такие дедулиные сандалики. Но они мне прям вообще не идут. Поэтому я нашла такую альтернативу. И все-таки стараюсь, так как у меня рост небольшой, либо платформу выбирать, либо небольшой каблучок, чтобы не быть прям совсем такой приземистой. Ну, это как бы мои такие ощущения самой себя, что мне нравится на себе больше, либо меньше. Вот, удобная и натуральная кожа. Тоже по хорошей скидке брала на ламоды. Заказала сразу много разных моделей вот на скидках, которые с натуральной кожей. Все попримеряла. Также брала их в светлом оттенке. Бежевый, по-моему, там был. Тоже примерила. Все-таки остановилась на черном, потому что светлая обувь у меня летняя есть. Удобные, не жарко в них, не труд, комфортные. Под много всего подходят. Так что я осталась довольна.